Кар! 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 Расскажи мне, милый мой, про свое житье тамошнее. Ты меня спроси, как мы живем. Ты, Вася, давай не сумлевайся. Коли сбежишь, задавят. То, что книга так всполохнула, это хорошо. Знаю, что не заробеешь. Некоторое время вы плутаете вокруг поляны со старинными идолами, и даже выворачивание одежды не помогает. Вы решаете осмотреться. Похоже, здесь какое-то лишачье колдовство. Не знаю, что со мной. Случай один был. С тех пор, как огонь вижу, так сам не свой. Боюсь его жутко. Слух прошел, так меня и послали с вечерки в баню-то. Награется хотели. Ты на нас свою черномазию не пробуй. Мы и сами вроде как колдуны. Глаза-то разуй. Давно суседки колдунов за чертей не принимали. Слушай, девка, первую загадку. Стоит село, все заселено. По утрам петухи поют, а люди не встают. Мы справимся вместе. Одолеешь его, и деревня освободится. Воскреснет из праха. Макар! Но нужно его найти! Нужно! Нужно! Меня Александр зовут. Мой собеседник — это никто иной, как станционный смотритель. Тебя послушать окажется, что бесы во всех бедах виноваты. Зима, например, тоже бесовская. Когда замолк шелест страниц, и рука моя в усталости упала на этот самый аналой, прогремело пророчество. Чувствуешь, как грехи накрывают тебя могильной плитой? Полгода рассол плохо собирали. Беды одна с другой. Но ничего, держались. Сейчас рассол появился. Работники пропали. Так-то оно так. Да только сначала рассол не было, а намедние люди исчезли. Думаю, чтобы я нашла новых друзей. С ними мы будем вместе вечно, близко друг к дружке. Я дарю им жизнь, любовь и богатство. О чем еще можно мечтать? Баба есть одна. Всю пляж проела. Порчу бы на нее наложить. Ну, послаб же, чтоб знала. Я и сам соленосом был. Видишь, уши-то все разъела. Ну уж лучше уши, чем душу-то бессмертную. Смотри же, если грехов по его части много, он твою душу утащит вмиг. И даже я не смогу помочь. Что же, пусть обошла их небо благодать. Под сводом пекла им приют нашелся. Жила нечистая сила-то. Жила. Да и до сих пор все это есть. Расскажу случай один. Давно это было. До революции еще. Тут, от чердани неподалеку. Соли только мало. Не как раньше-то. А вот так. Лес честной нас держит. Не пускать никуда. Уже и со счету сбился. Сколько лет так сидим. Ой, год от года хуже. Год от года хуже. Ну, колдуны, ребята, пошли худые ночи. В былое время любопытны были. В картишки сыграла, чтобы на меня добраться. Но утопни-то обдурить большого умения не надо. А, Некрасовский. Здорово! Че это вы тут делаете? Рыбеху кормите? А, Васька, ты что ли там? Давай к нам! Ха-ха, ох, не могу с тобой, Вася. Сейчас с ноты собьюсь. А-а-а! Лиса и реки! Не убивай меня, бесячка, прошу! О, силен был подменыш. К родичам убегал, только недавно смог вернуться. Я-то не доглядел. Кажется, видел кого-то на Медни. Да не успел испугать-то. Ушла тень так. Стойте! Не убегайте! Выслушайте меня. Может, выгляжу я похожа, да не нечисть я. Чтоб от банницы спастись, надо мне ближе к людскому миру сделаться. Салам. Кто такая? А я думал, откуда столько волков взялось. Твоя работа, оказывается. Могут и за людей взяться. Торопиться будем. Ну, Векшица, сейчас-то Петька-охотник на колдунов повыведет тебя с этой свадебки. Сейчас-ка. Мне уже не пять годков. Мужики и только ими быть-то могут. Ну, хозяева тебя прогнать не могли, зато я смогу. Так-так, кто тут у нас, голубчики? Разве так дела делаются? Нет, нет. А что она с книгой, голубчики? Это как вышло? Ну, как же? Ох, батюшки. Про книги черные все знают. На той суседка уж седьмую ночь катает. В руки не дается-с. Так что свежих почтовых ждать надо. Утром прибудут. В такой час без повозки далеко не уйдешь. И есть в девке твоей знаткой задатки. Не дурной ты себе преемницу нашел. Ну, зачем пожаловали-то? Уж на это-то не проведать старуху. Ха-ха. Подмененная девка сама уж нечисть. Под полком ей гнить. Ох, Егорка. Вот и свиделись. Что это ты пришел? Уж не жертву ли учителю оставить? Не зря я тебя учил. Ведь ты такой же, как и я. Марфа меня зовут. Я тебя из окна приметила вчера еще. Ты Галину ответываешь. Так давай. Я мешать-то не буду. Ну, стояла она в белом всем по ту сторону. Чистая правда, батюшка Бог, истинный Христос. А ну-ка, творяй. Это я, Неси Ивановна. Не боюсь тебя, еритница весноватая. Из таких, как ты. Мы тут и проживаем тумане этом. И не растет ничего, ведьма ты казенная. Ах ты, гнилая грыжа перхотная. Ой, Василисушка, не губи ты его. Он дурачок, что с него взять-то? Он и меня дразнил раньше-то с прожкой. Помогает тебе, значит? Ой, как все сложилось-то хорошо. Больше не говорит Бесяк из меня страшным голосом. Другие дети не потешаются. Я ожидал увидеть скрюченного деда. А явилась прекрасная дева. Храню селенье, лес и дикий садик, и мельницы вот этой скромной обитель. Говоришь, ты складно. Да только не собираюсь я оскорбления твои выслушивать, девка. Сначала в бою меня одолей. Уже неделями я вьюсь над тобою, колдунья. Но ты ускользаешь. Но мне незачем торопиться. Я владею тобой совсем скоро. И тогда... Мы чуем, чуем, чуем! Это мои дети. Тихо во мраке. А, Марка, Марка! Печать над вами! Нет, нет, она моя, моя! И вы теперь тоже! Нет, нет, никогда! А, думаю, мои конюшни сегодня пополнятся еще и юной колдуньей. Что за день? Ну, с чем вы пожаловали, сударыня? Еще посмотрим, кто в него отправится. Я превращу тебя в копылицу и запрягу в телегу! Какая приятная встреча! Всегда меня к волхвам разным тянула. Мне нравятся ваши тайны. Ты, дева, знала, что они опаснее меня. Как самонадеянно! Неужели думаешь одолеть саму дочь Ирода? А так хоть че смастерю? И лодку, и церкву! Я вон и плотництво с собой везде беру. Топорик верный. Ой, на синем, да был он на муре! Ох, на тихом, да было завуде! Вы очень странные создания. Одни портят, другие ладят. Меня Андрейка зовут. А про тебя я уже слышал. Ты, Векша, новая, Василиска. Как видишь, я гений прогресса. А теперь проваливай туда, откуда пришла ведьма. Здоров, дед Егор, Васька. Мы как раз в старую избу переехали, мужика моего. Сень-то большие, скоту привольно, так. По ночам так и слышно шур-шур, шур-шур. Кто-то у него сидит. А я и гляжу, космачем идет. Тьфу, Векша пустоволоска. Со всем умом поехал. Колдунов на завод водить. А мы че, бурель тут годами спину гнули, чтоб ты колдовок водил, ага? Кто там? Идите прочь. Тут опасно? И то верно. И так уже на износ тут читаю. Еще ты со своими бесовскими фокусами. Никто не знает. Молились, говорят, потом здоровье подводила. Стой-ка. Стойте, братцы. И верно, жива. Да и вот это еще. Ну, пора нам и обратно собираться. Вася, здравствуй. Тебя вот, наверное, сам Бог к нам послал. Так вот, чай пили вечеру. Матушка вон шибко чай-то любит. Чайница у нас. Снова твои козни, колдунья. Не мешай мне заниматься моим делом. А, выгнал меня хозяин. Сам торгует. Говорит, время вот тяжелое. Ну, ничего. Я подкоплю деньжат, свою лавку открою. Все там будет по чину. А не с жуками да тараканами, как у этого... этого... Верно, Ситрый. Прочь с нашего клейма. Ну, скорее неси сковороду и поленья. Ты че в башку ударила, девка? Ты че тут забыла? Ха, и ему-то до тебя дела точно нет. Иди отседывай, пока Касьян не взглянул. А я так-то царь-батюшка всея Пермской губернии. Ситрый. Ситрый. Сита. Ситрый. Субтитры создавал DimaTorzok